Моторадио представляет Моторадио представляет Моторадио представляет Моторадио представляет Моторадио представляет И увидел как парят крылья В восходящем потоке у скалника Это было потрясающе красиво И я подумал А что мне мешает Вот так же Летать Тем более что моя работа на тот момент Была связана с перевозкой мотоциклов В Европу Я туда вез мотоциклы Там какое то время ожидал и потом вез их обратно. И поскольку основная часть маршрутов пролегала по Альпам, и у меня было там свободное время, я подумал, что почему бы мне не совместить полезное с приятным? Почему бы мне не пройти обучение в мотошколе на категорию А? Почему бы мне со временем не купить свой мотоцикл? Почему бы мне не обучиться в парапланерном клубе? Летать полетом? И почему бы мне не купить свое крыло? И вот этой целью я не сразу этой целью задался. То есть сначала первые такие задатки появились. А задался я целью в 2018 году. Даже в 2017 наверное. И к этой цели я шел 3 года от и до. То есть сначала я прошел обучение в мотошколе. То есть ни о каких пробных полетах, тренингах и тому подобного еще не было речи? На пробный полет я зрел достаточно долго. Боялся? Потому что на тот момент или не пускали. На тот момент у меня дача находится между Питером и Гатчиной. И раньше было меньше запретных зон. И парапланерный клуб «Парамания», в котором я собственно состою, раньше летал внизу тут три парка. И я проезжаю на дачу постоянно по субботам, воскресеньям видел летающие крылья. Я подписался на группу ВКонтакте, смотрел потрясающе красивые фотографии, но сразу было никак не решиться, потому что боязнь высоты генетическая, она заложена у всех, наверное. И хотя я хотел, но боялся. И в итоге произошел некоторый семейный конфликт у меня с женой, хотя мы крайне редко сваримся, но мы там разругались чего-то в пых и прах. Нет, ну в принципе я бы тоже, конечно, разругалась с человеком, который хочет летать. Тогда не было никаких увеличений, не было ни мотоцикла, ни параплана, и какой-то там бытовой конфликт был элементарный. И суть в том, что я был в таком состоянии, что мне уже неважно было там жив я или мертв. И я думаю, ладно, раз уж все равно жить не хочется, пойду попробую. И вот я сел на велосипед, доехал, прокатите меня. И вот Юра Харитонов тогда как раз был, он меня прокатил. То есть я пролетел в тандеме с инструктором. И в принципе, ну мне понравилось. То есть это было не страшно. Страшно, там первые пять секунд, наверное, страшно, потом страх ушел. И вот тогда вот я задался целью. К этой цели я шел три года. и я в связи особенностей своей работы, у меня, к сожалению, очень мало свободного времени, особенно по выходным, когда масса была мото-мероприятий, все выходные в Питере. И мне за весь сезон, это был восемнадцатый год, мне было не выбраться практически на поле. Я был там, не знаю, три раза, по-моему, всего за сезон. И в ноябре собственно Настя меня пригласила на обучение в Индию, в Гималайи. Ты пропустил Македонию? Македонию, да. Ну, это был, скажем так, отпуск, я проводил отпуск в Албании с семьей. Мы прилетели в Албанию и взяли машину в аренду. И как раз в тот момент был чемпионат России по парапланиризму проводился в Македонии. Я так в навигатор забил город Крушево от Албании 300 километров. Ну, и, собственно, я помахал ручкой жене и детям и сказал, я поеду до Македонии прокачиваюсь. И вот я съездил, да, хотя у меня на тот момент обучение было еще в таком, скажем так, начальной, в начальной стадии. У меня было всего там шесть затяжек на лебедке одиночных. И я взял Настя на крыло. Не буду грузить терминами, но такое достаточно серьезное крыло, в котором не все ошибки можно делать, с которым. И два раза вот меня спустили с горы, то есть я сам, получается, под командованием, естественно, Насти стартовал. Вот. И ну, мне это действительно понравилось. и потом вот я поехал в Гамалайи, в Индию, где были Настя и Юра, и они меня доучили, собственно. Вот. И к этой вот цели, чтобы у меня с собой был мотоцикл и параплан, и свободное время, и чтобы я был еще при этом в горах, вот три года я шел к этой цели, и в итоге в сентябре девятнадцатого года вот первый раз так сложилось, что все совпало. Я оказался в Хорватии, у меня был с собой и грузовик, и мотоцикл, и параплан, и свободное время. Это когда ты ночью заблудился? Ты рассказывал какую-то ужасную историю? Нет. Где-то в горах? Нет, такого у меня не было. Нет, что-то такое страшное рассказывал. Это был хайкин флай, то есть я пешком забрался на гору, и потом я сел, ну, не учел один из факторов ветра, и я сел на город, сел на кладбище, на свободную могилу. И это было потрясающе, такие моменты, они запоминаются надолго, это самое главное, то, что у нас есть в жизни, и это момент, который запоминается на всю жизнь. Можно ли сказать, что Павел уже опытный спортсмен сейчас, пропланилист? Ну, как спортсмен, наверное, пока сказать нельзя, потому что Паша не соревнуется, у него не хватает времени на соревнования, но опытный пилот, такой, для которого это увлечение, хоббит, да, у него же достаточно самостоятельных полетов в разных совершенно условиях, ему не нужно сопровождение, он может сам понять, безопасно ли летать, где и в каких условиях. Мы продолжаем наш разговор, сегодня у нас в гостях Павел Чернов и члены клуба, параклуба, я не знаю, как это называется, парамания, парамания, любителей полетов на парапланах, тут я, пока вы между собой разговаривали, я узнала еще ужасную одну вещь, оказывается, мало того, что человек преодолевает страх высоты, естественный, но у кого-то он более естественный, у кого-то менее естественный, так еще это и укачивание, то есть может начать тошнить в самый неподходящий момент, вот это правда? Ну, это правда для неподготовленного человека, то есть я, например, уже имею опыт более чем семи лет полетов, меня не укачивает никогда, я могу летать пять-шесть часов и достаточно комфортно себя чувствовать, но по опыту знаю, что если катаем пассажира, то больше получаса неподготовленному человеку уже становится некомфортно в воздухе, то есть это все постепенно, к этому приходим, сначала летаем по 10-20 минут, потом побольше, побольше, и организм привыкает. Ну вот Павел говорит, что он боится высоты, боялся высоты, до тех пор, пока не начал летать, это вообще преодолимо, у меня, например, абсолютно животный страх, я не летаю ни на самолетах, никуда, вообще, то есть я ограничила как бы свое передвижение только поездами, из-за этого, я боюсь иногда по лестнице спускаться и по высокой, боюсь смотреть в окно выше пятого этажа, вот что скажете по этому поводу? Ну, конечно, все индивидуально, некоторые люди, может быть, начнут летать и поймут, что это все равно не их, но я таких людей еще не встречала, то есть страх уходит, когда понимаешь, как это все работает, как делать так, чтобы чувствовать себя безопасно, контролировать любые опасности, которые могут быть на этой высоте, начинаешь себя чувствовать гораздо комфортнее, на параплане в воздухе, чем, например, если подойти к краю здания, то есть подойти к краю здания, например, я думаю, что мне сразу станет очень неприятно делать это без параплана, вот, и появился такой еще нюанс, что на самолетах стало страшнее летать, я, в принципе, никогда не боялась полетов, но... А у меня наоборот. Да? Я теперь понимаю, что происходит вокруг, и понимаю, что некоторые вещи зависят от пилота, от его поведения, и мне не очень комфортно не контролировать. Это, знаете, как водитель, который сидит на пассажирском сиденье, когда ты знаешь, что ты не можешь контролировать то, что происходит вокруг, но понимаешь, что происходит, немножечко дискомфорт испытываешь. Это решается при помощи ненормативной лексики, как правило. Не без этого? Да. Вот это, конечно, интересный момент, но, с другой стороны, надо сказать, что, наверное, человек, который уже так до смерти боится высоты, он к вам, наверное, просто и не придет, поэтому можно сказать, что этот страх преодолим. Как сказать? Очень любят друзья такому человеку подарить полет на параплане. Иногда к нам приходит пассажир на полет в тандеме с инструктором и говорит, ну, я ужасно боюсь летать, но мне подарили, не пропадает же подарку. Ну, я бы передарила просто. То есть, все-таки какая-то защита, наверное, естественная срабатывает здесь у человека. Ну, в принципе, это не так уж и важно. А вы сказали, Настя, что, ну, мы, конечно, я и к Алексею обращаюсь тоже, тоже, как, видимо, по всей видимости, опытному парапланиристу, что нужно знать основные правила полета. А если не секрет, вы можете рассказать об этом? Ну, я летаю, да, действительно, уже 12 лет, уже 13-й год пошел. Давно летаю. И вот, если говорить про правила полета, есть понятие правила расхождения в воздухе. Это как вот автомобильное движение в городе, точно так же и в воздухе, только там 3D. Есть понятие высоты, есть понятие расхождения на одной высоте, и там точно такие же правила, кто-то слева, кто-то справа, и пилоты все это изучают как азбуку. Ну, это вы говорите про то, что несколько человек летают, чтобы они не столкнулись друг с другом. Вот именно это. Я-то имела в виду именно вот правила для самого человека, который летит, что он должен знать, что он должен делать, чего он не должен делать ни в коем случае. Ну, если честно, вот отчасти, как бы вы почти в точку попали, правильный вопрос, наверное, задали, да, очень довольно-таки большое количество встречается людей, которые самостоятельно пытаются научиться летать, не зная никаких правил, вот о которых вы говорите. И вот в моей личной практике я тоже через это же прошел. Я самостоятельно начал летать, и только через полтора года самостоятельных полетов я пришел в школу все-таки учиться. Много было переломов? Тогда не было. Ну, вы знаете, это как вот есть история про стакан, который наполовину пуст, наполовину полон, да, и в одном случае это твоя удача, а в другом какие-то неудачи. Мне тогда везло. Сломался я уже позже, когда стал самоуверенным. А, кстати, вот сколько у вас на всех вас троих, сидящих в студии, переломов? У меня ни одного. О! У меня, ну, один маленький был в июне этого года. Ну, я сам накосячил. Моя ошибка техническая и психологическая. Ну, как правило, почему это происходит? Потому что пилот недостаточно опытен или какое-то стечение обстоятельств? Вы знаете, скорее наоборот. Это как вот, опять же, в автомобиле считается, что где-то на второй, третий год вождения автомобиля он уже ездит, как считает сам водитель, самоуверенно и правильно. На самом деле, опыта еще недостаточно. Вот уже сам у пилотов параплана. Только здесь еще сложнее, здесь воздух. Это не наша стихия. Вот здесь любая ошибка, она может кончиться не очень хорошо. В моем случае, например, ошибкой было то, что я не увидел погоду. Нас этому учат. Посмотреть погоду, когда можно летать, когда нельзя летать. Ну, мне кажется, что для того, чтобы летать, должно, наверное, быть сухо, легкий ветерок не очень сильный. Что должно быть? Вообще, какая должна быть погода? Там много нюансов. Там есть, во-первых, в любом случае, когда ты собираешься где-то летать, ты обязательно должен знать местность, как-то изучить. Если для себя она неизвестна, то ты должен пообщаться с каким-то пилотом. Чтобы знать, куда падать. Нет, чтобы знать нюансы, потому что, например, на Алтае в том же, погода может измениться на раз, буквально за секунду. Я с таким встречался, например, в доломитах. Я летел в воздухе, все было хорошо, вокруг птички, солнце заходящее, красиво. Вечером, вечером, как правило, погода бывает мягкая очень. И вдруг, я лечу-лечу, высоты 3000 метров над землей, и вдруг я в облаке. Это произошло за одну секунду, за полсекунды. А что чувствует человек, попадая в облако? Это как что? Как в пару примерно? Если внезапно, как в моем случае, я, правда, в таких случаях больше не попадал, если внезапно, то, конечно, в первую очередь растерянность, как так. Ничего не видно, да, вокруг? Ничего не видно вообще, да. А так как ты находишься в горах, то лететь влево, вправо, вперед, назад опасно. Ты можешь столкнуться с вершинами. Поэтому, да, сначала была растерянность, а потом надо было попринять какие-то шаги. Благо, на то время я уже что-то умел, и поэтому я скрутился вниз довольно-таки быстро и приземлился. Но хуже, когда, допустим, ты понимаешь, что условия опасны, вот сейчас развивается какая-то гроза, туча, и ты специально туда лезешь, потому что тебя поднимает наверх. На самом деле, парапланилисты, свободники, не которые на моторе летают, а свободники, это вот мы, поднимаясь в воздух, постоянно ищут восходящие потоки, чтобы как можно выше забраться, чтобы был тот потенциал запаса высоты, при помощи которых можно было лететь, как можно дальше, к следующему источнику термических потоков. Слушайте, как интересно, я вот не знала, оказывается, то есть еще какие-то потоки есть там, но расскажите хотя бы кратко, что это вообще такое, что значит, что нужно, как попасть в этот поток, и обязательно в него попадать, или можно так полетать? Ну, полетать можно, конечно, и так, например, если есть бриз, очень популярны такие бризовые полеты около моря. есть бриз, есть обрывистый берег, и мы вдоль берега, моря, можем летать туда-сюда, наслаждаться вот этими... Это более-менее безопасно, наверное, Это более предсказуемо, да, конечно, это более предсказуемо, чем летать в горах, вот, и более просто летать на равнине, чем в горах, то есть у нас есть некие такие ступени мастерства, когда мы знаем, что сейчас я, например, новый пилот, я могу летать на равнине, или в бризе, сейчас у меня опыта побольше, я могу начинать летать в горах, и ко всему этому мы приходим постепенно. Без восходящих потоков мы держаться долго в воздухе не можем, потому что, в принципе, параплан, он постоянно снижается, и если воздух его в это время не поднимает, то мы рано или поздно сядем на землю. Мы, конечно, хотим полет свой продлить, потому что для нас это удовольствие, это как наркотик такой своеобразный, поэтому мы ищем эти потоки, которые будут поднимать параплан выше, и мы уже куда-то можем лететь. Ну, вы сказали, проговорили, что 30-40 минут кого-то там катали, и это, типа, недолго считается. Ну, для кого как. Для начинающего пилота это долго, да. Мне кажется, что это вообще очень долго. А как вообще, сколько можно вообще пробовать вот так в воздухе? Ну, если мы говорим о рекордах, то вот сейчас два ученика нашего клуба поставили рекорды в Бразилии, они пролетели по 170 километров и находились в воздухе порядка 7-8 часов, то есть весь световой день. Да. А как там поесть и всякие там другие потребности? Ну, мы готовимся к этому заранее, берем с собой поесть и как-то решаем предварительно эти потребности, как можно будет с этим справиться. Мы говорим сегодня о парапланах, о том, как на них летать, кто на них летает. Клуб Парамания сегодня у нас в гостях. Вот у меня создается ощущение, что это увлечение, конечно же, не для бедных. Это дорогое увлечение, да? Ну, поначалу нет, но чем больше втягиваешься, конечно, тем больше тратишь на это. А какие вообще могут быть расходы? Вот для начала есть же наверняка, вот раз есть клуб, там есть инструктор, ну, понятное дело, что за обучение, за аренду оборудования, наверное, да? Ну, для начала траты небольшие, это 40 тысяч рублей на полный курс начального обучения, туда входит и аренда, и полностью все услуги инструктора, ну, все, что может быть. А долго учиться? Все по-разному, ну, от месяца до, наверное, четырех-пяти, потому что мы... Как на автомобиле примерно? Примерно так, да. То есть все зависит от того, как часто человек может приезжать к нам на площадку, летаем мы за городом, близко к городу летать нам нельзя, потому что здесь большие самолеты, Пулково и диспетчера закрывают для нас эту зону для полетов, поэтому мы всегда где-то за городом располагаемся, чаще всего это Волосовский район, ну, то есть километров 60, наверное, от када нужно проехать. Естественно, человек не может постоянно, как мы, жить в палатке в этих полях, вот, он приезжает тогда, когда есть свободное время, ну, и уже в зависимости от этого растягивается либо на месяц обучение, либо дольше. Ну, еще от погоды зависит довольно-таки хорошо. Зимой не летаете в нашем районе? Ну, мы пытаемся летать зимой. На самом деле, есть такое понятие, введено парапланилистами, как паратоксикоз. Это когда ты сидишь дома и понимаешь, что ты без крыльев больше не можешь. И поэтому неважно, зима там, не зима, хочется обязательно куда-то выехать и полетать. Ну, у нас есть такое здесь известное понятие, как мототоксикоз, да, которые где-то к февралю уже, они не могут уже, им хочется уже поскорее сесть на мотоцикл, поэтому, наверное, вот Павел как-то и сказал, да, в этом, действительно, в этих двух увлечениях очень много общего. Хорошо, а когда человек втягивается, как я понимаю, ему хочется уже куда-то поехать, посмотреть какие-то новые места, ну, что-то смотреть в нашем болоте, в принципе, смотреть-то нечего особенного. свысока, там много интересного, конечно, виды потрясающие, практически все, кто приходит в парапланиризм, они изначально покоряются вот этими пейзажами, которые лежат под ногами, как Google Maps, выглядит очень красиво. Даже в нашем болоте. Даже в нашем болоте, да. Это фантастика, действительно, очень красиво, хорошо. В нашем болоте здесь, вот, если посмотреть, действительно, Google Maps, да, то там разноцветные поля, там какие-то реки, там вот эти болота, очень красиво, и самое интересное, что очень далеко уходит горизонт, то есть человеческий глаз, он отдыхает на этом горизонте, и у меня было в свое время хороший полет, правда, не в эфире будет сказано 3000 метров, нам запрещено на такой высоте летать здесь, в Питере. Вот с этой высоты я видел Нарву, я видел Питер, я видел Ладогу, и я видел Элеменозер одновременно. Здорово. Это очень большой объем. А в горах, в горах, к этому прибавляется еще в высоких горах, это, к примеру, летом в высоких горах, это какие-то абсолютно лазурные озера, ярко-ярко-зеленого цвета трава на альпийских лугах, да, и снежные вершины, и синее небо. Ну, вот это описать с головами очень тяжело, это надо обязательно видеть. Если видеть какие-нибудь рекламные картинки, не знаю, там, Milky Way, где там корова по альпийским лугам ходит, вот эта вот картинка, только она наяву. Да, вот как бы здорово сказали про горизонт, что в городе, в принципе, человек не видит горизонта, и это очень как бы плохо влияет на него, я так думаю. Хорошо, потом начинаются какие-то поездки, есть, наверное, тоже какие-то места, соревнования, может быть, какие-то фестивали для парапланиристов. Расскажите об этом, куда вы ездите вообще? Ну, вообще, фестивали и соревнования, это, конечно, то, куда мы ездим. Самый такой популярный в мире фестиваль называется КПКР, он проходит во Франции в каждый сентябрь, уже порядка 50 лет, и мы очень любим туда приезжать, туда съезжаются парапланиристы, и не только парапланиристы, дельтапланиристы, ну, все, кто... Вот я спрашивала вас вне эфира, можно я спрошу еще, потому что, может быть, некоторые тоже так же, как не я, не могут различить, чем параплан отличается от дельтаплана, и какие еще есть подобные летательные средства? Параплан внешне похож на парашют, это тряпочка с веревочками, как говорят некоторые, отличается от парашюта он только тем, что он лучше летит, то есть, его задача не снижаться, а именно лететь вперед, вот, и параплан, само слово, это сокращение от парашют планирующего, то есть, это тот же парашют, который планирующий. То есть, ничего паранормального? Ничего паранормального. А дельтаплан, это чуть-чуть другая конструкция, она жесткая, это треугольник, под которым висит пилот. Он летит лучше, чем параплан, он еще лучше планирует, но, например, на мотоцикле с ним не попутешествуешь, он тяжелый, большой, даже в сложенном состоянии, и только на автомобиле можно возить. Рюкзак не положишь, да? Да, прелесть парапланеризма в том, что мы можем весь свой комплект летный собрать в рюкзак, повесить за спину и пойти просто пешком, он достаточно легкий. То есть, современный комплект, вот мой, например, весит 15 килограмм, это немного. Если комплект заточен именно подхождением, есть люди, которые увлекаются тем, чтобы ходить пешком в горы и оттуда слетать вниз, у них комплекты весят 7-8 килограмм. Но такие комплекты, конечно, сильно дороже. Итак, мы начали про фестивали рассказывать, французские фестивали, чем же он примечателен? Он примечателен тем, что это карнавал, то есть парапланеристы весь год готовятся к этому мероприятию, шьют себе костюмы, ну и так же, как мотопарад, наверное, можно сравнить, в этих костюмах слетают с горы. Там много зрителей, все это освещается прессой, ну и главный, наверное, плюс для нас в том, что огромное количество увлеченных одним и тем же людей собирается в одном месте. Там огромный лагерь раскидывается в горах. Это очень красивое место. Вы представьте себе скала высотой примерно около 900 метров. На решение этой скалы идет площадка. Площадка довольно-таки объемная, там, ну скажем, много гектар. И на этой площадке находится от 3 до 4 тысяч людей, которые там останавливаются, кто в кемпингах, кто в палатках. И там идет французское веселье, с музыкой, с плясками, с танцами, с выпивкой в течение 4, а то и 5 дней. И надо понимать, что парапланиризм это вообще красочное событие. Даже вот обычный один параплан, он уже красиво смотрится. А когда их там тысячи летают, это очень красочное событие. И люди приезжают просто, даже, которые далеки от полетов, просто приезжают туда просто посмотреть на это. Есть правила дорожного движения, вот мы вначале уже об этом говорили, а есть, наверное, правила движения на парапланах, они тоже правосторонние, или какие там правила? Когда их несколько, много. Есть правила расхождения в воздухе, да, есть, вот мы чуть-чуть коснулись понятия подъема на восходящих потоках. Дело в том, что подниматься на восходящих потоках, надо крутиться по спирали. Либо влево, либо вправо. И представьте себе, что если один парапланчик прилетел в этот поток, начинает крутить по часовой стрелке, а другой прилетает, начинает крутить проще по часовой стрелке. То есть, они точно столкнутся. Ну да. Поэтому есть правила приоритетов, есть правило то, которое на соревнованиях выступает. Допустим, на соревнованиях говорят сегодня мы все крутим в правую сторону. Если пилота как один крутит в правую сторону. Если это сейчас не соревнования, а как вот только что мы говорили о празднике, где там летают все подряд пилоты, то там, как правило, выходят правила нижнего. Тот, кто снизу начал крутить спираль, тот и главный. Если наверху, и действительно возникают тогда конфликты, если наверху все крутят левую спираль, а снизу начинают подниматься с правой спиралью, наверху все должны перестроиться. Они, конечно, его обматерят. Конечно же. А там слышно, кстати, вообще, как там переругиваются. Да, 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 там слышно. Французы, они за словом в карман не лезут, да, они прикрикнут хорошо. Ну, а вообще, наверное, для обучения используется какая-то гарнитура, наверное, да, здесь специальная? Ну, конечно, обязательно все обучение проходит только по радиосвязи, то есть, когда мы учим полностью все упражнения, есть целый комплекс упражнений, которые должен выполнить пилот, прежде чем получит свою лицензию. Вот, и все это под надзором инструктора, который сначала на земле объяснит, что нужно делать, а потом еще по рации все это будет комментировать в онлайн-режиме. Анастасия, а как вы стали инструктором? Случайно. У нас, в принципе, весь парапланиризм, наверное, произошел почти у всех не запланированно в жизни. Дело в том, что, когда я начинала летать, мой хороший друг решил, что летать на параплане очень дорого, и он хотел на этом сэкономить. Вот, таким образом, он решил приобрести собственную лебедку, которая поднимает парапланиристов в небо, и предложил мне не скооперироваться. Вот, у меня были тогда свободные финансы, поскольку я только-только начала, я была готова на все, чтобы летать. Я сказала, давай. Вот, таким образом, у нас на двоих появился клуб. Вот, тот самый клуб параманя, в котором мы сейчас и работаем. Ну, и, собственно, когда появилась своя лебедка, стали появляться люди, которые говорят, вы летаете, мы тоже хотим, научите нас. И так мы стали развиваться. У нас был инструктор более опытный, который летал дольше, чем мы, потому что я тогда летала пару лет, и, ну, не планировала никого учить этому. Мне казалось, что это очень сложно, и я сама еще плохо летаю, мне рано. Вот, но к нам пришел один ученик, от которого инструктор отказался. Он сказал, что ученик сложный, естественно, чем старше человек, тем сложнее ему воспринимать какую-то новую информацию. Человек как раз уже был постарше, вот, и инструктор сказал, что, наверное, не готов, он считает, что этому человеку опасно учиться летать. Так появился мой первый ученик, потому что я как раз хотела поделиться радостью полета с каждым встречным. Я считала, что необучаемых людей нет, и действительно человек сейчас летает, уже более пяти лет, абсолютно счастлива, вот, большие успехи делает. Благодарен за то, что я научила его летать, ну, вот, так я и стал инструктором. Оказалось, что после первого ученика стало казаться, что все остальные учат неправильно, только я могу научить так, как надо. Ну, и вот Павел, живой, целый, невредимый, сидит рядом с нами. Видимо, учу неплохо. Значит, все началось с лебедки. Да, все началось с лебедки. Я вообще очень слабо представляю, как она выглядит, и почему она нужна для летающего аппарата параплана. Давайте я отвечу немножко, я засиделся. Лебедка – это буксировочный комплекс, то есть у нас вот в Волосовском районе, когда хорошая погода, всегда каждые выходные стоит лебедка и поле, которое, ну, примерно там… Подожди, лебедка, она большая? Лебедка, она помещается в прицеп автомобиля. Это не просто классическая лебедка, это специальная параплайнерная лебедка с определенным гидравлическим оборудованием для того, чтобы тяга была плавная и контролируемая. И Юра Лычев у нас, главный оператор лебедки, он на Ниве с прицепом, на который установлена лебедка, соответственно, едет в конец поля, грубо говоря. Самое главное, чтобы против ветра лебедка стояла. То есть в одной части поля стоит лебедка, а в другой части поля, в предположенном, стоит лагерь. Мы ставим туда шатер, и там находится инструкторский состав, ученики, самостоятельные пилоты и те, кто хочет просто полетать в тандеме. И, собственно, происходит подготовка к полету. И если вот я, например, летаю, то я раскладываю, готовлюсь, встегиваюсь в подвеску, раскладываю крыло. К подвеске прицеплена отцепка и меняться проект к тросу. И далее, когда пилот готов, по рации идет команда пошел-пошел. То есть как бы лебедка, она нужна для того, чтобы пнуть. Немножко перебью, Павел, извини тебя. По сути, лебедка – это просто барабан, на который намотан трос. Трос километровый, это веревка, к которой мы прицепляем парапланилисты. И как воздушный змей за эту веревочку лебедка тянет и нас вот так наверх плавненько-плавненько поднимают. То есть это принцип воздушного змея. Это просто барабан. Это если нет возвышенности, с которой можно прыгнуть. А в Питере, как мы знаем, с возвышенностями беда. Нету их. И вот, да, меня, соответственно, затягивает метров на 400 плюс-минус. Далее происходит команда отцеп. Я дергаю зацепку и все. Далее у меня самостоятельный полет. И вот тут уже начинается самое интересное, самое увлекательное. То есть я лечу в каком-то определенном направлении, которое я выбираю сам. То есть он хорошо управляется, в принципе, парапланом. Так же, как мотоцикл. А ветер? Ну, я могу лететь. Если ветер дует туда, мне надо в обратную сторону. Можно лететь против ветра, но, скажем так, первый поток лучше искать по ветру, чтобы не потерять много высоты. Вот есть определенные навыки. Это не с первого раза, как правило, приходит. Но если этому обучиться, то это доставляет огромное удовольствие. Потому что после отцепа, соответственно, самая главная задача это взять первый поток и подняться. То есть если я отцепился, например, на 400 метрах, то с первым потоком в идеале можно выбраться под базу, то есть под нижнюю кромочку облаков. А в ленобласти это бывает и километр, и два километра, и до трех километров. То есть, ну, у меня пока что, поскольку я, к сожалению, летаю не очень много, поскольку временем не всегда сильно располагаю, но у меня пока что максимальная высота в ленобласти это 2 километра 700 метров. Хорошая высота. Ничего себе. Да. Какие опасности могут подстерегать, в том числе и опасного парапланилиста, деревья, электропровода? Я понимаю, что, наверное, вы выбираете места, где этого нету всего, но тем не менее. Ну, существуют определенные правила, но для начала, как бы чуть-чуть, чтобы вникнуть, как вообще все это происходит. Вот Паш чуть коснулся. Смысл в том, что сам себе параплан, он довольно-таки медленный аппарат. То есть скорость его полета порядка 30 километров в час. Плюс-минус. Поэтому, если ветер, вот то, чтобы задавали вопрос, если ветер сильный, 30 километров в час, допустим, те же самые 30 километров в час, то получается, что мы висим в воздухе, как лампочка. И постепенно вниз, как на парашюте, спускаемся. Это если мы собираемся лететь против ветра. Но если собираемся лететь по ветру, нам открываются какие-то дороги. Поэтому вот любой парапланилист, самостоятельный соло-пилот, он чем потом хвастается, да, то, что он пролетел, допустим, 100 километров, не знаю, 200 километров, 30 километров, 10 километров. Он всегда счастлив. И где он там приземлился, и когда он приземлился, уже не важно, как он будет обратно возвращаться. Это я предусхищаю ваш вопрос. Кстати, да. Как будет возвращаться? Это вообще не важно. Важно, что как и сколько. Сколько по времени и сколько по расстоянию он пролетел. Потому что именно в момент вот этого перелета, да, открывается сама вот сущность вот этого самого полета, сама красота. И действительно, существуют писанные крови, правила, как надо себя вести в воздухе. Например, если ты собираешься перелетать вот через этот лес, ты должен обязательно понимать для себя два места, где ты можешь сесть. Одно либо другое. Если таких мест не видишь, ты прилетаешься через этот лес на свой страх и риск. Никто не хочет садиться на елки высотой в 30 метров, да, никто не хочет попадать на провода. Поэтому, да, действительно. И, кстати, вот по поводу проводов. Провода видны где-то примерно с высоты 300, может быть, даже меньше метров. Вот у меня зрение не очень, я их вижу с 200 метров, эти провода. Дальше остается только догадываться. И у меня в практике довольно-таки часто было, я такой счастливый лещу над лесом, смотрю, вот здесь дорога какая-то в высоте полтора километра. Но подлетаю ниже, смотрю, это, оказывается, не дорога, это просечка высоководной линии. Такие моменты тоже бывают. Поэтому, золотое правило. Хочешь лететь куда-то далеко, всегда глазами ищи, где-то в двух местах можешь сесть, приземлиться. Да, как интересно, слушайте. И вообще, чем больше с вами разговариваю, тем больше, конечно, у меня вопросов возникает. Ну, все-таки я понимаю, что, да, это ощущение полета, это восторг и так далее. А вот прилетел куда-то, а обратно-то как? Обратно тоже надо лететь или что? Или как? Или тащить пешком эту всю конструкцию? Ну, обратно ты собираешь весь свой комплект. Вот этот рюкзак за спину и ищешь варианты, как же оттуда выбраться. Однажды у меня была отличная история, когда меня подобрал поезд. Я шла мимо, ну, хотел перейти рельсы, мимо проезжал грузовой поезд, ребята остановились и предложили меня подвезти до станции. Вот. То есть такие истории тоже у нас в практике бывают. Трактор, гужевая повозка, автомобиль. Ну, естественно, автостоп это наше любимое. Вот. Не без этого. Бывает такое, вот у меня вот в этом сезоне, вот два раза было такое, что я сел где-то там примерно в трех километрах от лагеря и такая хорошая погода, уже вечер, ну, потоков уже нету, а солнышко еще светит. Вот. И я думаю, так и прогуляюсь пешком с рюкзаком, ну, красиво. Останавливаются машины, давай подвезу. Вот. На самом деле, когда люди, водители видят парапланиристов, да, и когда еще на фоне они видят крылья в воздухе, то люди останавливаются, спрашивают, где вы летаете, как вы летаете и предлагают подвезти. Интересно. Да, ну, а в принципе, если это какое-то безлюдное место, может, где-то там в Индии жили, да. Вот, Леша, расскажи нам про биваки. Да, у меня был тоже случай. Реша, расскажи сначала, что такое бивак, чтобы было понятно. Кстати, да. Бивак, да. Бивак, это, грубо говоря, бомжевание с крылом. То есть, у тебя за плечами рюкзак, в этом рюкзаке крыло, в этом рюкзаке палатка, спальники, еда, в общем, все, что нужно в автономном путешествии. Это то же самое путешествие, только по воздуху. И есть гуру в этом плане, да, которые летали в Гималаях, в совершенно безлюдных местах. Я не из таких. Вот. Есть много людей в той же самой Европе, в Альпах, где летают, и у них с собой нет ни палатки, ничего, у них есть только кредитная карточка. Они приземляются, где-то в каком-то отеле приночевали, опять поднимаются в горы. Это так, да, с шиком по-европейски, а у нас-то тут в Сибири где-нибудь попробуй полетать с кредитной карточкой. В Сибири-то вряд ли, да. Дело в том, что у нас, честно говоря, не так много гор, приспособленных правильно для того, чтобы довольно безопасно было бы летать. Помните, я говорил про посадки, например, в Сибири все в лесах, там невозможно нигде приземлиться. Отчасти интересны могли бы быть полеты на Кавказе, но там очень сложные горы, не каждый решит там полетать. Действительно, существуют мягкие горы и сложные горы. В основном отличаются узкими ущельями. Чем уже долины, тем сложнее летать, тем опаснее там летать. Поэтому вот за Альпы я в этом плане как раз топчу. Так вот, по поводу биваков. Довольно-таки серьезное направление, и люди в этом плане много между собой общаются и пытаются все эти походы делать, как правило, два-три человека максимум. Больше людей одновременно пролететь в большое расстояние кучно не смогут, поэтому это неудобно. И даже много одиночек там летают, вот эти белаки. И вот тут вспомнилось по поводу каких-то курьезных случаев, где подбирали. Тоже в свое время расскажу. это была Италия, я пролетел вдоль горы довольно-таки далеко от места лагеря, и обратно пешком добираться не хотелось. Поэтому была идея подняться в гору опять и оттуда слететь обратно наскосок к своему лагерю. Подниматься в гору довольно-таки тяжело с рюкзаком, тем более вот Настя говорила, что правильный рюкзак 8 килограмм, мой 23. И вот где-то я шел от какого-то забора, отломал какие-то там колье, и с этими кольями я поднимаюсь вверх. И вдруг смотрю, стоит группа туристов итальянских, все такие красивые, в таких каких-то белых кроссовочках, маленькие рюкзачочки, у них там питьевая, там система какая-то, и смотрит, как я весь полностью вот с этим 23 килограммовым рюкзаком поднимаюсь наверх. И как раз мы пересеклись там, где было расхождение тропинки, одна влево, другая вправо. И я их спрашиваю, мне куда? Влево или вправо, чтобы подняться там наверх? Они говорят, ну если вот влево пойдешь, там такая лайтовая дорожка, да, и там спокойно можно подниматься. Но если прямо пойдешь, это практически вертикально в лоб, и там тяжело, но зато быстрее. Я говорю, я туда, где быстрее. Я смотрю, итальянцы потихли и смотрели мне долго-долго вслед, как я поднимался там наверх. Есть ли какие-то особые приметы перед полетом для парапланиристов? Ну, может быть, там, я не знаю, там пожелания какие-то, там, 7 футов подкилем, или, я не знаю, там, мягкого полета, или скатертидорожка, что там? Нам главное не желать двух вещей, чтобы все сложилось, потому что, если параплан сложился, у нас начинается падение. Логично, логично. Мы не любим этого. И мы не любим называть любой полет, там, последний за день, так же, как у моряков. У нас крайний, да. Так же, как у мотоциклистов, да. Еще попутный ветер. А, да, еще мы не любим пожелания попутного ветра, и не знающие люди часто достаточно желают нам, чтобы все сложилось, и ветер был попутный. Ну, для нас это как ругательство звучит. еще есть традиция запускать кого-то на мясо. Это, например, когда происходит первый полет, еще непонятно, какие метеоусловия в воздухе, то первый пилот запускается на мясо, а когда уже... То есть, ну, чтобы он там уже и в своей жизни... А полетел-полетел, опять же, наверху сел и дальше смотришь. И вот я на заре, когда только-только начинал, я по этой горке бегаю вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, весь мокрый такой, счастливый, я летаю. И прибегаю наверх за взлетаем, говорю, а что же вы-то не летаете? Не, говорю, что ты. Вот пока мы не сядем на то же место, откуда вы стартанули, мы летать не будем. Это не наша погода. Я это проходил как раз в марте 2020 года. И тоже бегал вниз-вверх, весь там мокрый, потный, забегался. И там девушка, женщина, я не помню, как ее зовут, но она такой комплекции, весьма внушительный. И я тоже, а я сам бегаю, весь мокрый, потный, думаю, как же она так, ну, в такой комплекции. И она так раз, потихонечку пошла так, шажком, 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 раз так, крыло так разложила, подняла и улетела. И все. А потом, и летает, летает, а потом раз, и в ту же точку приземлилась. Я подхожу и говорю, ага, как вот так? Она говорит, а вот, видишь, вот там вот, через километр, вот там вот, вот та веточка зашевелилась. Это значит, что через 4 минуты 10 секунд здесь будет поток. С ума сойти. Это тоже одна из особенностей в связи с тем, что физиологически ей сложно выполнять большое количество активных движений. Она вот настолько черпает опыт, да, и это помогает не совершать лишних движений. То же самое, можно сказать, про наземную подготовку, потому что первый этап физического обучения это наземная подготовка, когда тебе дают учебный параплан, с которым можно делать почти все, что угодно. И на поле задача дергать за ряды и держать крыло над собой сверху. Вот. И неопытный там, пилот либо ученик, когда учится, то просто там это происходит все летом, под палящим солнцем, хоть и ветер есть, но все равно, как правило, жарко и просто пот там с лба просто ручом течет. Потому что много лишних ненужных движений, люди не совсем понимают причинно-следственную связь. А опытный пилот, он так мизинчиками за стропкой так тык-тык-тык-тык и все, и оно само как бы сверху стоит. Вот. И тоже поначалу удивляешься, как же это так. Вот. Но с опытом это приходит. Вот. У меня есть пробелы в наземке, то есть я их буду со временем все-таки как бы улучшать эти навыки обязательно. Вот. опытные пилоты они регулярно занимаются наземкой. То есть как говорят даже пилоты, которые летают там и по 15, и по 20, то наземка она никогда лишней не бывает. Вот, к сожалению, время наше закончилось, хотя еще есть, конечно, вопросы. Все больше, чем больше как-то проникаешь с этой культурой особой. Напоследок буквально вот у нас минутка осталась. Паша, как дела у мотовоза? У мотовоза все хорошо. У мотовоза крыло готово к бою. У мотоцикла золотое крыло тоже готово к бою, поэтому у мотовоза все хорошо. И что самое хорошее, что крыло вмещается, вот мой комплект про планерное оборудование вмещается целиком в один кофр мотоцикла Goldwin. То есть верхний центральный кофр у меня влазит целиком крыло 24 квадрата метра резко, подвесная система, запасной парашют и рюкзак. Вот это все у меня влезает в кофр. Ну что ж, на сегодня все. Клуб парапланиристов Парамания сегодня был у нас в гостях Павел Чернов мотовоз и парапланирист а также инструктор Анастасия сегодня у нас была в гостях и Алексей члены клуба все как я понимаю этого Парамания я желаю вам удачи так чего там нельзя желать попутного ветра не желаю тогда и спасибо за интересный рассказ о вашем увлечении и до встречи всего доброго все доброго спасибо